Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Емельянов Владимир, и продолжаем разговор о фактуринге. В прошлой части мы коснулись электронного фактуринга и начали разговаривать о его преимуществах. Теперь я продолжу. Мы говорили о защите от подделки документов и о сокращении времени на сам документооборот, на возможность выплаты финансирования в течение нескольких часов с момента создания документа на поставку. Следующим плюсом электронного фактуринга является снижение затрат на производство, обороты, хранение документов. На самом деле это плюс, который мы смогли оценить, только ввязавшись в эту историю. Мы, честно говоря, не очень думали о том, что он настолько существенно помогает экономить на затратах. В первую очередь, конечно, нам было важно сократить время на выплату финансирования. Когда мы действительно уже ввязались в процесс реализации этой технологии, стало понятно, что действительно много на чем можно экономить. Производство документа на бумажном носителе в среднем это 6 рублей за один лист. То есть накладная редко это один лист, это все-таки 2-3-5 листов, плюс комплект сопутствующей документации доверенности, сертификаты и так далее. Поэтому, конечно, когда начинаешь сравнивать стоимость подписи в любой системе электронного документа оборота, обычно это от 2 до 25 рублей в зависимости от системы, с стоимостью одного листа в 6 рублей, понимаешь, что на этом экономишь. Когда начинаешь задумываться над тем, что почтой России документ послать в среднем рублей 250, плюс еще несколько недель надо подождать, тоже определенный плюс. В ситуации, когда сравниваешь с работой курьерских служб, это от 1000 до 2000 рублей и тоже несколько дней, тоже определенный плюс. Но когда ты задумываешься о хранении документов, вот это действительно экономия, которая чувствуется сразу. Для примера могу сказать, что пришлось столкнуться с утилизацией старых документов. Так вот, уничтожение документов, накопившихся в течение одного года, который уже по прошествии 5 лет можно утилизировать, обошлось примерно в 600 тысяч рублей. И вот когда такие суммы начинаешь платить компании-архивариусу, начинаешь задумываться, что, наверное, все-таки компьютер это замечательная штука, электронные технологии это еще лучше. И даже не только из экономии времени, но и, в общем, на суммах начинаешь ощущать. Действительно, не нужно арендовать помещение, не нужно хранить, не нужно платить сумасшедшие деньги за уничтожение документов. Все это происходит на сервере удостоверяющего центра. У любого фактора есть возможность забрать себе эти документы в точно таких же подлинниках для хранения у себя. Поэтому, конечно, с точки зрения и применения юридически значимой подписи, и удобства работы с этими сервисами, конечно, это небо и земля, то, как можно было работать еще 10 лет назад и как можно работать с этим сейчас. Поэтому, конечно, огромный плюс для развития факторинга – это возможность применения электронного документа оборота. Возможно, в ближайшее время появятся даже проекты, которые будут полностью электронными, потому что каждый год какие-то приятные неожиданности приносят с точки зрения развития рынка, технологий, потому что действительно применение вот этой технологии дает возможность и снизить риск, и снизить издержки, и повысить технологичность, и повысить скорость. Поэтому, конечно, за электронным факторингом абсолютно точно будущее. Может быть, лет через 10 мы уже забудем, как выглядели бумажные накладные. Это, наверное, было бы очень здорово. Коснувшись всех преимуществ электронного факторинга, также хотелось более подробно пройти по технологии того, как это работает. Технологично здорово, но кто что в этой технологии делает? Собственно, здесь приведена схема того, как это происходит, и описаны поэтапные шаги. Первое, что происходит, это поставщик и покупатель заключают договор с удостоверяющим, с удостоверяющим центром точно так же, как и фактор. То есть они все находятся в рамках одной системы, либо путем заключения договора, либо присоединением к договору оферты. У большинства удостоверяющих центров достаточно несложно все это происходит. Дальше удостоверяющий центр позволяет в свою систему загружать готовые документы в электронном виде. Например, из бухгалтерской программы 1С выгрузить электронную накладную сразу в систему удостоверяющего центра. После того, как она выгружается, поставщик подписывает этот документ своей электронной цифровой подписью. Дальше покупатель видит эту накладную. Как только к нему поступает товар, если товар его устраивает, он также подписывает эту накладную. Сформированный набор накладных поставщик может отобрать для передачи фактору. Отобрав их, система удостоверяющего центра позволяет при определенной интеграции с программным обеспечением у фактора сразу создать реестр уступленных требований, который также подписывается поставщику. После чего он попадает к фактору для проверки. Если фактор этот реестр уступленных требований устраивает, он его подписывает. Если нет, он имеет возможность его отклонить, отредактировать, изменить и подписать со своей стороны, и отправить на передподписание к поставщику. То есть все это делается в рамках интеграции двух систем удостоверяющего центра и факторинговой системы, той, которая есть у поставщика. После того, как реестр подписан, он выгружается полностью в готовом виде в факторинговую систему. Какие дополнительные плюсы такого документа оборота? Нет необходимости сканировать накладные, либо работать с ними в бумажном виде. Потому что электронная накладная содержит полноценный набор всех реквизитов, в том числе того ассортимента продукции, который есть. Если раньше, когда фактор проводил верификацию поставки, звонил дебитору, сотрудник факторинговой компании должен был пойти найти первичный документ, взять его в руки и рассказывать дебитору, какой товар поставлен. Потому что очень часто у дебиторов разными группами товаров занимаются разные сотрудники. Также могли возникнуть документы, какие-то разногласия. Поэтому либо надо было брать документ полностью в бумажном виде, либо факторы должны были сканировать те документы, которые к ним поступают, для того чтобы сотрудник не бегал, не искал, а имел в факторинговой системе скан этого документа. В случае с электронным факторингом в системе сразу, помимо факта подписи накладной и ее основных реквизитов, есть полный ассортимент того, что в накладную вошло. Это очень удобно, потому что сотрудник, который проводит верификацию, он сразу видит все, что было поставлено. Причем на уровне печатной или экранной формы визуализируется подпись человека, кто это подписал в физическом виде, печать компании. То есть мы имеем не просто электронный документ, а мы имеем его правильное комфортное отражение для того сотрудника в визуальном виде, который с ним работает, уже в самой факторинговой системе. И там он хранится именно и в электронном виде, как либо PDF-контейнер, либо как zip-файл с соответствующими метками времени о подписании. Но и мы можем увидеть это на уровне PDF-файла, который нам привычен, понятен для разбора. Уже как людям, а не как роботам. После того, как все это произошло, фактор выплачивает финансирование, и дальше все происходит в стандартном режиме. Дальше уже приходят деньги, они расписываются, и дальнейшее существование поставки происходит в факторинговой системе. Собственно, примерно таким образом работает удостоверяющий центр и все участники сделки. Естественно, здесь возникает вопрос, как быть, если кто-то один из троих, фактор, поставщик, либо дебитор, не имеют электронно-цифровой подписи соответствующего удостоверяющего центра. Очень неудобно. То есть я как руководитель компании могу сказать, у нас, по-моему, уже 14 электронных подписей от разных удостоверяющих центров. Это жутко неудобно. Какие-то мы используем для отчетности в налоговую, какие-то для факторинговых операций, какие-то для других целей. Какие-то мы используем для подписания документов в банк-клиенте. И, конечно, вот эта ситуация, когда ты должен иметь кучу-кучу разных цифровых подписей для разных целей, это жутко неудобно. Наконец, в России начинается реализовываться идея роуминга подписей. Как только это в полноценном виде будет запущено, это даст еще большее ускорение этой технологии. Потому что можно будет получить одну подпись удостоверяющего центра и подписывать этой подписью абсолютно любые документы. То есть одним и тем же можно будет подписать и баланс для налоговой, и платежку в банке, и накладную в удостоверяющем центре, и реестр в факторинговой системе и так далее. То есть, конечно, дальнейшее развитие приведет к тому, что, я надеюсь, мы все-таки полностью уйдем от бумажного документа. Ну и поскольку мы коснулись электронного факторинга, электронного документа оборота, цифровых подписей, я скажу несколько слов о факторинговой системе. Собственно, у нас электронный документ оборот интегрирован с системой автоматизации факторинговых операций SmartFactor. Здесь на слайде как раз представлена информация по этой системе и по проектам, которые реализованы. На сегодняшний день мы используем две системы. Первая — это SmartFactor для проведения непосредственно факторинговых операций. Где-то здесь внизу мы обозначены, как один из реализованных проектов. Также мы используем систему электронного документа оборота, которая называется АСПЭП. В принципе, достаточно много различных систем в России существует. Почему мы выбрали АСПЭП? Ну, наверное, потому что в определенный момент времени, когда нам это было нужно, они были самой гибкой системой, готовой как-то интегрироваться. Ну и, конечно, у нас был определенный оптимизм, что мы все сделаем очень быстро, месяца за два, за три. На самом деле это было примерно как родить ребенка, мы уложились в 9 месяцев. Но показывает практика, что, наверное, с другими системами это было бы точно не быстрее, может быть, и дольше. Наверное, здесь важно то, что АСПЭП действительно оказался такой молодой динамичной компанией, которая хотела с чем-то интегрироваться и занять какую-то новую нишу. Поэтому, собственно, честь и хвала этой системе, что они смогли оперативно как-то реагировать на наши запросы и на интеграцию со смарт-фактором. Поэтому мы, в общем-то, очень довольны тем, что этот процесс завершился, он был успешным. И действительно на сегодня помогает очень с точки зрения каких-то текущих операций того, что происходит каждый день. Сегодня мы поговорили об электронном факторинге, и остальных аспектов мы коснемся в следующей части нашего разговора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин